Губернатор края Олег Кожемяка провёл встречу с энергетиками, руководителями профильных ведомств и группой общественников. На повестке стоял главный вопрос, как идёт решение проблемы с энергоснабжением в Артёмовском городском округе. На январских встречах были обозначены наиболее проблемные участки по энергоснабжению. За это время сетевые компании подготовили планы модернизации на текущие и последующие годы. Об этом сообщил глава Приморья. Вместе с энергоснабжающими организациями приняли ряд мероприятий, связанных с планами по восстановлению надёжности работы энергоснабжения и Артёмовского городского округа, ну и там далее, а ещё и Надежинский район тоже охватили своё внимание. Мы планировали в течение трёх лет провести полную замену, порядка 490 улиц, сделать с новым освещением, поставить новые линии опор, поставить новую систему электроснабжения, кабельное хозяйство, заменить, сделать оттанки на опорах с тем, чтобы можно было сделать освещение. Ну и в рамках нашей встречи я встретился с руководством и РУСГИДРА, и ФСК, и с мицепремьером, с новоком Александром Валентиновичем, где мы, в общем-то, согласовали эти планы, которые были нам здесь обсуждены. Как добавил глава Артёма Вячеслав Квон, муниципалитет поддерживает сетевые компании в разработке программы модернизации электросетей Артёма на 2022 год. Вместе с электросетевыми компаниями, администрация городского округа, в общем-то, разрабатывает программы на те сети и те объекты, которые сегодня есть в муниципалитете. Это примерно 12 объектов, 12 линий, 12, в общем-то, есть с трансформаторами, с подстанциями. И по вашему поручению, и Андрей Львович уже говорил об этом, мы пойдем по пути тех, так называемых, технических присоединений для того, чтобы ускорить эти работы. Программа модернизации электросетей предусматривает реконструкцию более 70 километров линий, замену 63 трансформаторных подстанций. Общий объем финансирования превысит 330 миллионов рублей. Часть работ уже выполнена и ведется в настоящее время. Но основная стадия начнется весной. О планах реконструкции энергосистемы доложили руководители акционерного общества ДРСК «Оборонэнерго» Артёмовской электросетевой компании. На данный момент локализованы такие вот настоящие проблемы по улице Гонжей и Досклёмова, улице Глоковой. В феврале планируем приступить к решению проблем по улице Дейская. И продолжаем работать по метродовому лесному, точечному, установили двух трансформаторов и так далее. Идется прокладка линейных электропередач. Также в рамках инвест-программы в феврале месяце будет закончена работа по улицам Геологическая, Таёжная, Придорожная. И приступаем к следующему шагу решения. Весомый объем предстоит выполнить акционерному обществу ДРСК. В планах замена более 200 опор ЛЭП – реконструкция электросетей. Сейчас готовится проектная документация и проводятся закупочные процедуры. На предыдущей встрече инициативную группу жителей интересовал вопрос перерасчета за некачественные услуги. Сегодня ДЭК вплотную занялась этим вопросом. Перерасчет будет произведен. Сейчас прописывается регламент этих мероприятий. Олег Кожемяка подчеркнул, что в течение этого года должны быть выполнены основные работы, которые позволят свести аварии в системе электроснабжения к минимуму. Он обозначил, что подобные встречи будут проходить раз в квартал, что позволит отслеживать ситуацию и принимать дальнейшие решения. Ведь нужно работать на перспективу с учетом роста застроек этих районов. Луиза Сысоева, Денис Наддельный, Габриэль Филатов, Даная Михайлова. Городские новости.